Оттуда едет, вот по этой дороге, и вот сюда вот сваливает. Такую картину из своего окна пенсионер Николай Мокин видел уже не раз. По словам Волокжанина, на другом берегу реки после уборки дороги техника сбрасывает снег, перемешанный с грязью, прямо в реку, под мост 800-летия. Пенсионер и сам заметил это случайно. Однажды ночью он просто встал проветрить комнату. С тех пор Волокжанин потерял сон, ведь наблюдать за нарушителями можно только после того, как на улице стемнеет. Грязер приезжает, давай скоблить дорогу. В 11 часов, в начале 12, начал скоблить эту дорогу, скоблил, скоблил до полу второго. Потом под мост ушел, туда уехал, и смотрю, габариты выключил, грязер прошел, все кульчи, вот туда, говорю, под откос сделал, под берег. Но сейчас-то нет страшного, вот начнет таять все, и все будет в реке. Николай, как опытный рыбак, и сам не понаслышке знает, как это скажется на качестве воды. С приходом весны снег, который убирается с дорог, а вместе с ним и мусор, и грязь токсинами попадут в реку. В последний раз Волокжанин наблюдал за нарушением месяц назад, но следы от последней уборки можно увидеть и сейчас. По словам свидетелей, снежные валы с этой дороги техника сваливает прямо в реку, под мост 800-летия. И действительно, если приглядеться, то под слоем выпавших осадков можно заметить грязные глыбы, разбросанные по всему склону. Впрочем, сотрудники отдела экологии находят этому объяснение. После звонка неравнодушного Волокжанина они выезжали на место и даже проводили собственное расследование. Правда, нарушений так и не выявили. По словам специалистов, грязные глыбы в водоохранной зоне просто осыпались на склон при уборке дороги. Снег же с обочины, по их данным, как и полагается, был вывезен на полигон. Нашли производителя работ по уборке снега и обязали этот снег весь вывезти на городскую сволку. Я могу даже представить путевые листы. Нет основания для того, чтобы этим документам не верить. Нарушения все же нашлись неподалеку от моста 800-летия. На этот раз уже с явными доказательствами. Снова свидетелями стали жители города. Они увидели, как в водоохранную зону снег сваливают с территории Вологодской Слободы и обратились к экологам. Те, в свою очередь, вовремя отреагировали. КамАЗ едет по Слободе. Здесь номера машины очень прекрасно видны. Водитель не стесняется. Вот едет наша машина, вот едет за водителем. Вот куда на берег таки складируется снег. И раз нарушителя вычислили, теперь его можно и наказать. Организации грозит штраф до 50 тысяч рублей. А вот ущерб, нанесенный природе, удастся восполнить навряд ли. Ну, природа в гостях. А с хозяйкой нельзя так обращаться. Елена Карпенко, Игорь Трифонов. Новости Вологды. Редактор субтитров А.Семкин